ой как я люблю переписку добрый день из рослава и уважаю в Валерий Константинович покупала у вас семена абрикоса в 20-м году провела сертификацию посеяла в апреле угроза абрикосу зашли а вишни нет да елки-палки ну а вишня ладно это как плебе вот абрикосы проросли а вы не знаете когда я начинаю читать пищу у меня сразу сердце замирает замирает абрикосы проросли фууууу можно дальше читать когда то ведь инфархват есть шанс что вишни проросли в этом году а когда лучше весной пересаживать абрикосы и перси семена отбросского на постоянное место по порядку допустим вишни проросли в этом году опыта порастания вишни на второй год у меня нету абрикосы сходят на второй год так бывает на третий редко но бывает сливы сходят на второй год вот на этом мой опыт кончается знаете почему не стыдно сказать что это на солнце есть пятна у железа есть тоже пятно я никогда не выращивал вишни один год только выращивал для того чтобы на них привить черешни только один год они взошли я не помню ничего осенью весной старичка не помню все и получается что я понятия не имею как вам подсказать взойдут ли они не взойдут второй вопрос когда лучше весны пересаживать абрикосы и перси семена отбросского на постоянные места как можно раньше посмотрите что такое постоянное место сейчас объясняю буквально пару минут потрачу и так что такое постоянное место допустим его еще нету но вы уже нагребли помните мои фотографии сергей там с тяпкой нагребли уже холмы а холмы можно нагребать когда земля тает вот так то есть как можно раньше и вот земля таяла вот так казалось бы садить нельзя вот так земля какая там ямка а вы же ее взяли и холм сделали вы уже на две-три недели обманули природу а это очень важно осень этих двух лет не хватит а потом вспомните мичуина вспомните лысенко и железо не вызревает значит что шанс ваш вот так земля таяла нагребайте холмы нагребайте нагребайте вы можете где-то землю нагребать соковой лопатой так чтобы тележку привезти холмы готовы а земля еще вот так только таяла а холмы готовы первое второе значит где-то вы можете взять эти абрикосы если они у вас с прикопа ну с прикопа прикопа рознь вот как по железу вот там вообще не надо пересаживать а если прикоп стандартный он тоже не глубоко прикоп они не глубоко и когда прикапывают присыпают уже не материнской земле не так так сказать материнская материнская земля вот материнской земли не материнской земли а уже вот этой которая насыпная она быстро оттаивает значит как можно быстрее из прикопа это из прикопа раз вот не дай бог если вы где-то еще будете брать вы потеряете неделю в месяц также вот и посадите но принцип тот же пусть даже поздно но как можно раньше если вы покупаете сальянцы в питомнике требования дно вот как можно ну то есть поверили что ну сада у них понятно нет но что-то же они выращивают то есть что-то привезет какой-то а вдруг с Молдавиа Молдавиа это почти Россия да да замрозят они первый год а может на пятый на восьмой может вырагай получите можете черники успеете взять перенеси на свои подвое вот я люблю вот эти южные с ними можно работать и вот получается что что условия поставили а вот у меня допустим вы живете а у вас допустим оттаивание оттаивало 1 апреля вот а вы должны 1 марта сказать вы мне будьте добры пришлите 1 апреля а я 2 апреля я не пойду на почту не пойду и месяц пролежат сгниют на почте и вам обратно отправятся я не выкуплю большинство работают по предоплате потому что сразу деньги платить дураков нет они вынуждены работать по предоплате это я работаю по предоплате то есть они ну нужно работать по получению а я как хотите. Нет, не присылайте. Ну, что-то мне надо, они все равно не выздоровеют. Если я получил 20-го, а на них уже почки лопнули, а посадил, а они отвалились, раз лопнули, местом, чтобы расти. Пока будет саженник перерываться. Вот и получается. Принцип один. Вы пишите. Есть шанс это не так. Пересаживайте. Когда лучше пересаживать? На последний месяц. Как можно раньше. Все. Тут будет зараз черкосные связи. Смотрите. Здравствуйте. Искарова минус 20. Ну, еще бы там было. Искарова, конечно. Не аплик. Чай не аплик. Пенза. Минус 15-20. На рассвете наверное будет холоднее. Снега по самые эти. Ну, я снял тем. По помидорам. Которые должны быть свободно болтаться. А, ну тем более по помидорам. Вот. Спасибо, значит, Александр Васильевич. Владимир, вы знаете, мне, вы мне нравитесь сразу. Сразу друг. Вот. Которые пожелают, должны свободно болтаться. Значит, я не один, который уже соображает, что они должны болтаться, эти помидоры. Это при том, что было плюс 2-3, шли дожди. Ну, что я скажу. Ну, 2-3 не смертельно. Каждый марта у меня. Я говорю, 2-3, лобу хватает. Сейчас будет это, сейчас почки раскроются. Холод, жду, холод, жду, жду, жду. Вы знаете, как? Целый год спокоен. Минус 40 спокоен. Так, Мартин стас, 2-3 градуса. Все, сон потерял. Куприсова Надежда. Здравствуйте, Томская власть минус 7. Так, жалко будет, если на абрикосах. Так, почки ошибятся после каких-то челях. Не, 2-3 не. Все будет нормально. Так, Александр Владимирович, у нас так же. По помидорам. С охраной. Ирина, вот здесь периодически выкладываю фото и видео. А, ну, отлично. То есть, Антон ответил. Так, все, мы свободны. Спасибо, Антон. Всем привет из Нижнего Новгорода. Городничин, Москва, завалил снегом. Да, мы знаем, что у вас снегов. Для нас такой же снег, только мы почему-то в нашем этом самом городишке совершенно не переживаем за такой снег. Так, встречаем Елена Савельевич в Москве. А кто? Так, Сергей Жанин. Лично вы собираетесь встретить Елена Савельевич в Москве. Это было бы здорово. Вот. А может, вы пошутили. А может быть, вы уже знакомы с ней. Вот. Вот сейчас вы говорите, Сергей Жаниневич, я не знаю, как у меня сидит. Я переживаю за Елену Савельевич. Вы знаете, вот мне было уже 60, почти. Я еду на конференцию. Если бы меня не встретила, меня провинциала, вот, это самая Юдина, Тамара Александровна, главный редактор, как причастно-хозяйство. Меня же наука не знала. Это она организовала мою встречу, мой доклад на это. Просто она, когда увидели, когда я сказал, что доктора наук, это самый, академик, вычет убивать деревья. Я, чик, мы как-то отключили. Вот. Ну, не было мозга. Я мог медленно так подойти, чтобы они не отключили. Показать 50 фотографий, они были закачаны. А потом они отказались. Когда услышали мои обвинения, они отказались показать фотографии. И весь мир так и не знал, что в Сибири растет. И вот получается как. Она меня встретила. Ну, правда, мы с ней в метро ездили. Ну, бывает. Вот. Она тоже была не из новых русских. Вот. Это самая Юдина, главный редактор. Нормальный человек. С этого, на этом, выездила мы с метро. Вот. Пошли пешком. Вот. Я в задетой пинжаке, в рубашке, брюках. Академики в эти, промиссера. Все в шортах. А мне, я думал, стыдно в шортах. Ноги кривые. Ну, ладно. Короче, я надеюсь, Сергей Александрович, что вы встретите меня, или наше, если так, как раз увидел в Москве. Надеюсь, что я не так. За язык вас хватает, или как сказать. Поняли, да? Где встречаем? А, Городичин тоже москвич? Так, Лен Санн, с вас пол-литра. Если, Сергей Александрович, если граница, встретите вас в Москве, и хотя бы кто-то из них. С вас пол-литра. Я такого даже не ожидал. Представляете? А? Вы, наша звезда, наша красавица сибирская. Таня Кашечкина. Всем привет, Санкт-Петербург. Пол-литра не забуду. Коньяка. Надежда Ижевская. Добрый вечер. У нас качели. Плюс 1,15. Несмертельно. Каждая весна, это нормально. Вот. Теперь вы пишите. Я в Ижевске был, я проводил семинар в Ижевске, настоящий семинар. В этом самом кинотеатре. Что будет с абрикосами, селевсимовыми, сависимами? Давайте соображать. С абрикосами, плюс 1,15, ничего пока страшно. Вообще, даже спите спокойно. Только когда у вас будет плюс 5, плюс 10, а потом минус 15, вы проститесь не с абрикосами, вы проститесь с урожаем только. С урожаем. Вот. Пропустите. Потом они наберут силу, потому что дадут вот такие побеги с урожаем. Дадут в 10 раз больше цветов и дадут в следующем году такое урожай. Природа так устроена. Она долго не мучает. Вот. Теперь, значит, с абрикосами понятно. Черешня. Тоже ранние овощи. Очень ранние. Так же, как они. Волочные вишни. Волочные вишни тоже ранние овощи. Что ты будешь делать? А что, у вас больше ничего нету? Да, действительно. А или вы знаете, что яблони груши отсидятся, а вот абрикосы, черешня, вишни, ранние, это все, конечно, может и пропустить урожай. Пока присоединение инспекции никакой паники. Все в пределах нормы. Продолжение следует... Продолжение следует...